и снова здравствуйте мои дорогие телезрители и конечно мои подписчики на канале youtube голова садовая сегодняшняя программа полностью будет посвящена пиларгонии что вы там кричите ура герань никакая это не герань это пиларгония это гибриды и сорта вновь выведенные герани пиларгония не сколько разные растения герань многолетнее растение и растет в саду и прекрасно зимует но цвет у нее может быть только или синий а редчайшая герань или фиолетово-сиренево и вот в таких вот тонах это пиларгония вы просто привыкли слышать как говорят бабушки старенькие у меня такая гераночка хорошая это конечно про нее про красавицу но хочу вам сказать что вот в руках у меня это семена семена конечно растений таких расцветок которые раньше только снились нам и посмотрите передо мной стоят ящики стоит горшок и это пиларгония выращенная из семян обратите внимание какая она красавица вот это то что в горшке королевская я не буду говорить вам название потому что их расцветок очень и очень много но даже потому что она такая мощная с такими листьями нарезанными гофрированными ну понятно что это королевская есть пиларгонии у которых сам лист очень декоративный имеет очень красивые полосы биколор а то и триколор там участвует зеленый бордовый и белый бывает белый желтоватый такой слоновой кости и зеленый и края могут быть прямо как вывязаны крючком вот у меня здесь среди этих пиларгонии есть пачка малышей они очень маленькие всего ну максимум что она вырастет это 30 сантиметров 30 сантиметров это практически штык лопаты то есть вот такусенькие это бордюрная пиларгония вот здесь смесь здесь видите есть и белый и розовый и красный и вообще в пачке может быть и не три цвета как вот здесь вот не 4 а гораздо больше значит пиларгонии на самом деле является домашними цветами почему они кто речь зашла да потому что все это их надо когда обратите внимание у добрых то людей так как они выглядят конечно они к следующему сезону они уже будут цветущие даже судя потому что вот этот вот крошечный горшочек уже набрал цвет а расцветка то какая а глазок то какой вишневые у нее да вот такая крохотуля зацвела поэтому если вы собираетесь высадить бордюры на даче но выше однолетние цветы садите так что ж не посадить такие то разница разве есть я считаю что не только нет разницы а эти цветы куда благодарнее во-первых если вы будете все время прищипывать им макушки то у вас будет вот такой формы кустик то есть шарики из сплошных шапок цветов таких вот и вы можете совершенно спокойно осенью выкопать пиларгонии в горшки и привести в городскую квартиру если в садовом домике не холодно если вы там время от времени подтапливаете да они сбросят листья да но как только наступит январь месяц они все покроются почками и снова превратятся сначала в зеленые кусты а уже в марте месяце скорее всего они наберут цвет и высаживать вы будете уже цветущими посмотрите какая красота слышу ну вы как всегда а зачем нам эта головная боль да затем что можно сеять семенами но вырастив однажды замечательное такое растение вы можете позволить себе снять с него десятка полтора-два черенков конечно это нужно уметь делать конечно это надо любить чтобы это все получилось но ведь это не сложно это ж не высшая математика елки-иголки поэтому посмотрите какое разнообразие семян пиларгонии это может быть ну не знаю сотая часть того что имеется в продаже на самом деле это ж правда красиво да и цена то у нее такая что вот вот это все вот это все окупится 150 раз желаю вам удачи и конечно пышного и красивого цветения летом всего вам доброго и до свидания